Гамлета Здесь сцены из известной советской трагикомедии «Берегись автомобиля». Спустя годы этот зрительный зал вновь услышит овации. Они просвучат и в честь великого архитектора Мельника, создавшего это уникальное здание, и в честь реставраторов, перед которыми время поставило сложную задачу – восстановить, не навредив и добавив прогрессивные решения и технологии. Время не пощадило не только памятник архитектуры, не сохранилось ни чертежей, ни искусств. Для бережного посоздания реставраторы использовали всевозможные документальные свидетельства и кадры фильма Рязанова, и старые фотографии, и любые описания. Насколько открытий было сделано в ходе работы. Под поздними обшивками специалисты обнаружили проем светового фонаря, выявили оригинальные оконные рамы с фурмитурой, в фойе – медлакскую плитку. Благодаря бережному подходу к наследию, яркий образец конструктивизма снова предстал в том виде, в котором он был построен почти сто лет назад. Конец 20-х годов прошлого века. Мельникову еще нет сорока. После грандиозного успеха на Парижской выставке он считается одним из гений в эпохе и буквально завален заказами прежде всего от французов. Но как патриот он предпочитает создавать шедевры в СССР, прежде всего в родной Москве. В дальнейшем этот период назовут золотым в творчестве архитектора. А переоценить влияние Мельникова на современный облик Москвы с этого момента будет невозможно. Именно Константин Степанович внес главный вклад в разработку рожденного революции общественного здания рабочего клуба. Бум подобных строений Москва переживала как раз сто лет назад. Мельников одновременно строил сразу несколько клубов. И один из них для завода Кручук. Известная всему миру Папанинская калатка была тщательно и любовно сконструирована и построена коллективом инженеров и рабочих завода Каучук. Компания, занимавшаяся производством ШИМ, существовала еще и в дореволюционной России. А после 1917 года в Москве стала заводом Кручук. Закладка клуба для досуга рабочих состоялась в 1927 году. И поэтому его первоначальное название имени десятилетия октября. Полукруглое авангардное здание по заказу профсоюза химиков Мельников проектировал в сотрудничестве с гражданским инженером Генрихом Карлсоном. Решающим в конструкции стало место. Пересечение Плющихи и второго Трушникова переулка. Именно здесь расположена самая широкая часть здания. Она цилиндрической формы и имеет ленточное остекление, напоминающее часть вращающегося механизма. Необычная плоская кровля вестибюля должна была стать трибуной для митингов или выступлений по праздникам. Основную часть памятника цилиндрической формы обогнули лестницей для выхода публики из зрительного сала. В архитектурных кругах существует дерзкая гипотеза. Не позаимствовал ли Константин Степанович подобный прием у храма Владимирской иконы, возведенного в 1789 году в усадьбе Быково, то ли Баженовым, то ли Базаковым. Само здание и окружающий парк на долгие годы стали местом притяжения москвичей буквально всех возрастов. Говоря современным языком, клуб «Каучук» стал арт-пространством с собственными творческими проектами, досуговым центром с разнообразными спортивными и культурными инициативами. К сожалению, в дальнейшем судьбу шутевра Мельникова, как и самого архитектора, после триумфа, обвиненного в формализме, сложно назвать счастливой и безоблачной. В 50-х ему пытались придать и вид дворца, изменив сталинским вампирам конструктивистскую идею. Потом здание превратили в кинотеатр. В непростые 90-е годы понесили до китайского ресторана, а потом и ночного клуба. Насколько здание было в аварийном состоянии, видно по кадрам легендарного фильма Павла Лунгина «Такси-блюз» с Петром Мамоновым. А сегодня в Москве распахнуло своей двери уникальное арт-пространство, исторически выверенное и дополненное всеми современными технологиями и функциями. В клубе завода «Каучук» расположится сердце культурной жизни Сеченовского университета. Здесь будут проходить спектакли, фестивали, выставки, конкурсы и концерты. Все перечислить невозможно. Надеемся, это лишь первая страница новой главы летописи архитектурного памятника. Есть все основания предполагать, что совсем скоро здание будет включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, здесь будет снят еще не один художественный фильм. Это здание создано и восстановлено для того, чтобы здесь кипела творческая жизнь. Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать.